Здравствуйте, Виталий. Да, здрасте. В последние месяцы представители власти постоянно атакуют деятелей культуры, которые заняли антивоенную позицию. Например, требуют лишить их званий, завести уголовные дела, а оставшимся артистам, вроде как раз Валерия Меладзе, отменяют концерты. Не кажется ли вам, что государство возвращается к советским репрессивным инструментам, от которых мы с такой радостью избавились в 90-е? Понимаете, если бы мне эти слова произносил бы не журналист, а соевый куколт, я бы понял бы эти слова более адекватно. Но, к сожалению, поскольку вы, надеюсь, это не соевый куколт, и вы нормальный человек, его ненавидит вся страна, вся Россия. Да, Виталий, спасибо. Все нормальные люди, которые не уехали, как вы, к вашим латвийским пидорасам. А нормальная страна его ненавидит. Пошел он в задницу, этот ваш мальчик, желтый, страничник. Виталий, я понял вашу позицию. Давайте продолжим. Но перед тем, как продолжить, еще одна новость в продолжении, собственно, этой же темы, культурной. В России завели первое дело о так называемой пропаганде ЛГБТ, и судить будут издательство Popcorn Books. А донес на него депутат Госдумы Александр Хинштейн. Да, позвольте, я закончу. Он сам в этом признался. Перебью просто по вашим ответам. Кажется, что любой, кто занимает позицию, которая расходится с правительственной, нужно репрессировать. Страны, понимаете, это позиция нас, родителей, тех людей, у которых есть дети. А те люди, у которых детей нету, пускай засунут язык в свою голубую задницу. И сидят с этим языком очень долго в Польше. И гниют в Польше. Потому что Польше осталось жить не очень долго. Потому что скоро поляки уже сами пинками выгонят это правительство английских проституток из Варшавы. Да, Виталий, прошу прощения, тут уже, конечно, какой-то экстремизм. Спасибо вам большое. С нами на связи был депутат Госдумы Виталий Милонов. Спасибо еще раз.